Протюг Дмитрий Александрович, начальник ЖЭКа номер 6, новый начальник. Добрый день, меня зовут Протюг Дмитрий Александрович, житель города Приволе, полный 37 лет, 81-го года рождения, приступил к обязанностям начальника ЖЭКа номер 6, 2 января. Придя к им на пост, так сказать, первым делом обратил внимание на основе техники УБЖЭКа. Числится оно на балансе предприятия 8 единиц техники, то есть трактор Т-16, трактор Т-40, автомобиль УАЗ-2107, прицепы, автомобиль ЗИЛ, в общем, 8 единиц. Ни одна техника не работает. Ведем сейчас переговоры, уже есть человечек у меня устраивается на работу, бывший работник нашего объединения, механик, хочу его, чтобы он был механиком гаража, он уже расследовал эти всю технику, можем остановить пока в данный момент трактор Т-16 и автомобиль ММЗ, ну, ЗИЛ, так сказать. Они не так старые, ЗИЛ 2003 года, а трактор 93-го. Ну, ну, как бы, все на месте, все живое, надо просто туда мусорки вложить, я думаю, что все сделаем. Заключили два договора с энергосхид с 2-го числа, это город Приволе, город Нодружинка. Всего на числении в месяц примерно 70 тысяч лень, то есть Приволе 29 седает электроэнергия, Нодружинка 41 тысяч. Это в зимнее время, летом немного, там, ну, не немного, а половину больше. Так, на балансе жерка номер 6 состоит из жилых домов у нас на подачете 242. Общей площадью 202 тысячи квадратных метров. Самый большой, самый большой вопрос у нас стоит, это ремонт роли, как шиферной, так и мятной. Очень много идет претензий на данный момент. За январь принято заявление, 93 заявления, все течет. Сейчас данный момент чистим, снег скидываем, где можно шифер поправить, поправляем шифер. То есть ждем весны, надо принимать серьезные решения по ремонту электроэнергии. В данный момент на ЖКХ по штатному расписанию всего численности, 83 человек должно быть. На сегодняшний день работает 56, это ИТР 11 человек, рабочие, рабочих 45. Работают добровольные, добросовестные люди, все отлично. Зарплата, правда, маловатая. Сейчас, ну, минимум поднялся, немножко довольны. Задолженности по, за январь, по зарплате составляет 60 тысяч гривен, на счету порядка 50. День 2, я думаю, понедельник мы это все погасим. По электроэнергии, как разбили мы по кварталам, платим 5 тысяч, ставимся каждые там 3 дня, перечисляем, если сразу 70 тысяч перекинуть, будет непонятно для нас. А так, справляемся с этой задачей. Что еще хотелось бы сказать. Кредитовская задолженность по состоянию на первоной и второе составила 8 миллионов 693 тысяч. Это что ЖКХ должен государству. За электроэнергию, это пеня и штрафы 300 тысяч. За по страхованию ЕСВ и пенсионных, он 3 миллиона. Титумческий МДС, с бюджетами МДС 4 миллиона 390 тысяч. Вот, 8 миллионов есть долго. Есть у нас, составили график с пенсионным фондом, с погашаем, договорились. Смешная цифра, 10 тысяч в месяц. Ну, как бы их устраивает. Мы гасим эти долги. Сколько мы их будем гасить, непонятно. Но, как бы, идут навстречу. Средняя заработная плата у нас сейчас составляет 30960 гривен. Задолженность бюджета по дотации у нас на первое число 2019 года составляет 1 миллион 314 тысяч. Это нам в должном бюджете. Задолженность бюджета по дотации на возмещение разницы по цене, ну, разницы 3. Так как в 2017 году было, с 2017 года по 2019 год, было поднятие среднего заработка 3 раза. Ну, вот у нас не... На данный момент, в данный момент у нас средний тариф 3,3 стоит у борта обслуживание 1 квадратного метра 3 гривен 58,5 гривен. Вот, что бы еще хотелось сказать. Ну, восстанавливаем вот в данный момент, когда пришел, ну, не так все плохо. Как бы, город небольшой, все меня знают там, ну... Мне там легко работать. Какого же два города? Все знают, привольняем, ну, на сколько нас там. Через два города у вас, у вас же 2 города на Дружинске приводят. Как у вас складывается взаимодействие с мэром Микрадор? Отлично, все складывается. Знаю Максима, мы учились вместе, и знаю Николай Андрея Андрея Николаевича. Все, работаем к НДМе, звоним друг другу. Что надо, они помогают, что надо, мы помогаем. Есть обращения, не раз уже. Почти каждый день созваниваемся, видимся. Все друг друга, ну, в порядке. Спасибо горе Максиму. Помогает чистить нам везде дороги. Вот так как дали ему трактор новый на город. Приводим вообще вопросов по этому не будет. Ездим по тротуарам, посыпаем. Все нагрузили трактор мишлами, развезли по городу, посыпаем. Ну, а так вообще женщины тягают санки. Говорю, что вы сделали? Вот смешно. Рассыпали 48 кастрюль. Вот есть санки, трое санок в каждом жеке. И стоят на них выборки, так называемые. И вот они возят эти женщины, бедные. Поэтому сейчас нужно восстановить этот тракторец маленький, попрошайку, как называют его, восстановить. И помогать активнее работать в этом оборудовании. По развитию ЖКХ пока трудно что-то сказать, что надо. Я пока там ничего не вижу. Можно туда притянуть и оборудование. Есть это все. Можно и все, что хочешь делать. Ну, никем. Где те лицензии? Где это брать? Ну, пока вопрос открыть. Не могу на этот вопрос ответить. Ну, так, в принципе, по городу все есть. Зарплата выплачена. Вы, вот, у вас хватает 60 тысяч. Все в порядке. Вопрос у депутата, пожалуйста. Депутат параллель. Скажите, пожалуйста, еще основную задолженность в перспективной комнате. Спасибо. Вы понимаете, что при условии погашения вы должны получить 10% штрафа, это сразу 390 тысяч. И 0,1% за каждый день просручки. То есть, надо погасить те за долг. Вы же понимаете, да? Да, да, да. Я же почему говорю, это смешно, как бы, ну, по крайней мере, и нам больше ничего мы не можем. Всего сладен. То есть, вы только разводили одну копейку, то есть, пошел в платеж, сразу вам начислили 10% штрафа и пенит 0,1% за каждый день незаплаченных каких-то штрафов. Сейчас, в данный момент, мы пытаемся, чтобы нам пеню не начискали. Обратились мы в юридические частные структуры, и нам есть, есть позитивное решение. Пока, пока... Частные юридические структуры, еще раз, можете я неправильно понял? Ну, юристы, адвокаты, которые есть частники. У меня адвоката нет, чьих юристов? Юристов нет, наверное, период. Я, вот, депутату Шведову обратился, у него есть такой юрист. А, понятно. Депутату Шведову, это понятно, это как макро. То есть, вы представляете так, что юристы, частные юристы, вам дадут какие-то изменения в налоговое, в налоговое... Нет, не изменения, нет. Ну, есть возможность, я так знаю, уже узнавали, изучаем эту тему, что можно хотя бы выиграть судебное дело какое-то, чтобы не насиделось хотя бы меня на эти долги. Покажите мне, прецедент, пожалуйста. Вы стесняли, просить юристы, что... Где вам такое... Кто вам такое сказал? Покажите прецедентное дело по Украине, чтобы пенсионный фонд и начислил вам штрафы и пенни. Покажите мне. Покажу. У каждого коммунального есть задолженность либо по пенсионным взносам до реформы, либо по единому государству. Я вам не слушаю, что покажу. Спасибо. Вопросы еще раз. Нет вопросов? Можно еще? Спасибо большое. Вот, Квит, вот, Александр Егорович. Восемь раз. Обращались в течение месяца, понимаете. Вот вчера попросил, у нас был пожар большой, в городе, молодая семья, подарили. Попросил вчера вечером, по-моему, пожалуйста, машину. На восемь часов. Машина была, все еще раз стояло, уже все работали. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Владимир Александрович. Спасибо.